всем доброго дня здравствуйте сейчас иду садить вот эти томаты прямо в грунт правда они маленько подморщились а я думаю это не критично вот я насобирала более-менее какие у меня есть томатики всякие разные и вида и цвета и все и пойду сейчас садить в грунт грядка у меня есть для этого и все вам расскажу и пока погода у нас прекрасная правда вот лед это льдинки вот поверьте мне на слово что это льдинка трава замороженная вот а погодка у нас просто чудесное небо синее-синее солнышко светит где наше солнышко солнышко вот здесь на месте вот прям вот но ветерок конечно гуляет но погода очень теплая у нас предстоящие выходные будут до 14 плюс в общем здорово все так вот что осень такая теплая длинная и все успеваем сделать ну все пошла я вот сейчас возьму все инструменты какие мне для этого надо и покажу как я это буду грядка вот вот она это проход это грядка я ее ничем прикрывать не стала если остальные грядки я все прикрыла это я специально оставила ее не прикрытую для того чтобы посеять сюда под зиму я буду сеять цветочки тоже но я это отдельно не сегодня и вот у меня рядом грядка на вся прикрытая все сейчас я уберу тут мусор образовался вот после осадков у нас камушки вылазит земли вот и там есть стеклышко вижу общем сейчас я тут быстренько подгребу мусор и хочу сказать что земля все таки маленько подмерзла значит морозы и маленько схватили но это не страшно сегодня тепло и завтра тепло как я уже сказала и ближайшие выходные будет очень тепло так что все нормально и еще хочу сказать пару слов я ее прикрывать не буду после того как я посажу томаты туда прикрывать я не буду объясню позже почему ну все участок я подготовила сейчас я непосредственно буду сажать так проклятой область вот так что если я покрываю ее так что я предполагаю ямки я заготовила я их сделала глубокими как показать так глубину длину ну вот смотрите полностью общем вот полностью вот этот ведь он входит ну полностью да сколько тут сантиметров 15 больше даже маленько вот я сделала такие луночки посчитала сколько у меня помидорок здесь я сделала помельче потому что под маленькие помидорки им так много и не надо вот сейчас вот я их рассортировала крупные вот так вот отдельно я положила 6 штучек и вот мелких отдельно и вот средние которые я прям буду вот так вот беру вот такую вот сердцевидную это по моему золотое сердце называется сорт и прям вот так я положу на бочок я не буду ставить прямо он должен и сделаю на бочок как бы так буду чередовать вот так вот буду знать что у меня желтый так положу потом идет оранжевый потом опять желтый и вот такой он тоже оранжевый и вот тоже на бочок как бы так и мелкие теперь пошли мелкие я даже могу два положить в одну луночку потому что они настолько мелкие вот я прямо два положу здесь один положу так сюда я тоже один кладу хочу да я много делала ну тогда значит один маленький сюда не пойдет все корзинка пустая все томаты разложены сейчас я схожу за маркерами у меня маркеры я использую ложки одноразовые их удобно общем они вот выгнуты да и вы напишите внутри и сохранится название дольше потому что сложно осадком попасть внутрь поэтому надпись сохраняется дольше ну все пошла я за ложками и так ложечки расставлены по сортам сейчас минуточку перчатки и все и начинаю закапывать еще мне надо посадить сегодня чеснок остатки чеснока тут у меня четырех зубковый пяти зубковый и так далее ну все приступаю убираю и вот прям так беру и закапываю так вот даже с холмиком не важно семья прям подгребаю хорошенько затем что я делаю я это место притаптываю просто уплотняю грунт чтобы вдруг оттепель какая-то и они начнут прорастать раньше времени а так им будет сложно пробиться когда такой грунт уплотненный а что-то я вот сюда ложку не поставила это как так вот я прям уплотняю но не сильно давлю ну делаю плотненько ну вот посадка томатов под зиму целыми плодами закончена не я думаю что не составляет никакого труда все это делается быстро и легко вот я обозначила те же те же ложечками теми ложечками я обозначила границу где у меня участок заканчивается который у меня уже использован теперь остаток грядки у меня остался это я буду сеять под зиму семена цветов сейчас что я буду делать я также сейчас уберу мусор который тут образовался я вот вижу и стеклышки вот тут есть вот видите там много мусора сейчас я быстренько это очищу и сделаю бороздки сейчас я буду делать бороздки делаю бороздки плоскорезом фокера это мой самый любимый инструмент так ну прям я вот так и начинала и вот так переворачиваю и получается очень хорошая бороздка мы в этом месте вы выращивали в этом сезоне картофель а картофель мы выращиваем под сеном кому интересно посмотрите у меня есть ролики об этом как мы сажаем как мы собираем но для чего делать бороздки я думаю каждый знает чтобы когда у нас подмерзнет земля мы тогда будем высевать ну все сейчас продолжим и так до конца до самого бороздки я наделала теперь мне надо их слегка внутри уплотнить для того чтобы наши семечки не провалились потому что прорыхлила когда делала бороздки и чтоб земля не была рыхлая под ними вот так я с помощью палки это взяла прям то место где семечки будут лежать все надо хорошенько уплотнить попозже я провели еще но так как сейчас у нас будет теплая погода стоять я этого сейчас делать не буду я буквально перед тем как начнутся заморозки посмотрю по прогнозу я за день там за два за три дня я пролью эти бороздки чтобы еще больше земля уплотнилась и когда морозы начнутся они земля схватится влажная хорошо и все и семечки у нас лягут ровненько никто никуда не завалится сейчас я все это до конца проделаю и так бороздки я подготовила все весь грунт который здесь есть постараюсь показать но солнышко тени там чем я уплотнила поверьте мне бороздок у меня много вот видите сколько потому что я буду очень много сеять под зиму решила попробовать какие все таки семена цветов схожи под зиму правда это или это миф вот буду проводить эксперимент которым буду с вами делиться обязательно еще хочу посеять я капусту под зиму и что еще лук я не буду сеять но в общем основном цветы капусту пока я так решила обзорчик цветов семян цветов которые я буду сажать под зиму я обязательно сделаю и покажу вам и конечно непосредственно посев тоже покажу как я это буду делать я мешками бороздки которые наделала ну чтобы во первых они так сильно не сохли потому что впереди у нас теплая погода чтобы какая-то влажность все равно сохранилась это первое а второе уж больно любят соседские коты посещать мой участок и если где-то я что-то поработаю порываю там или что-то пропалю они обязательно туда сходят обязательно я уже сколько раз замечала это годами уже замечено и поэтому чтобы у них не было соблазна я решила еще вот меры безопасности такие соблюсти вот и прижала я арматурой и все дождей у нас сейчас не предвидится так что ну вот так вот я сделала вы можете этого делать и делать смотрите по своим погодным условиям я не призываю делать так же я просто показываю как я это делаю может быть кому-то будет полезно и пригодится тоже так ну что мне осталось сегодня еще посадить чеснок чеснок у меня крупнозубковый вот он уже видите немножко прорастает вот это четырехзубковый вот такой прорастает 4-5 зубочков в этом то что он отошел без этого это не страшно абсолютно шкурка не влияет никакого это самое не влияет на это никак будет ли он голый или будет он это самое с кожурой это не имеет никакого значения ну все сейчас пойду садить чесночок тут у меня поменьше зубочки тут крупные но я сажу очень просто я не буду об этом говорить информации много каждый там мудрит и замачивает и это у меня у меня почва очень подходящая для чеснока ну по крайней мере для моего чеснока который я выращиваю потому что он у меня растет и на дорожках как то он туда попадает ну видимо бульбочка засеивается и я выкапываю и крупный чеснок выкапываю он сам растет никакого ухода ничего но представьте на дорожки вырастает и бывает в грядке где-то вырастает ну в общем как то так ему нравится моя почва поэтому я никаких усилий не прилагаю при посадке просто или бороздка если он не крупный или если крупный значит ямочку выкапываю луночку и сажу туда как мельче который идет я повыше сажу который идет покрупнее под зиму особенно я сажу поглубь поглубже потому что ну чтобы не вытолкало зубочек выше сказал лучше заглубиться чем он вытолкается вытолкается не знаю какое слово применить но в общем сейчас еще хочу показать свои мультифлорки хризантемки вот я их поместил вот в такой парник который называется хлебница он поликарбонатовый вот ой открыла тут у них ну вот это уже отсветает я ее купила она уже была такая я специально такую взяла видите как сколько поросли у нее очень много ее размножу она цвет персиковый видите сколько ее много конечно тепловата им мне очень нравится что она много деток дала вот вот это у меня уже тоже хорошо тут даже муха сидела тоже она была не такая шапочкой вот она ей дала полностью отцвести но вот поросли там немного я наблюдаю почему-то мало ну может быть в дальнейшем больше будет вот здесь тоже он зацвел хорошо кустиста и поросли тоже мало почему-то по низу я не вижу вот видите у меня ведерко вот закопано как до каких пор а поросли почему-то не лезет вот почему-то только на стволиках или надо и и вот так больше но я попозже уже когда будут эти я тогда прикопаю ее так по наверно по высоте вот так под грибу так семечко дуванчик а тут образовалась чтобы вот этот отводчик он оказался в земле и дал корешки но я думаю так можно делать здесь она дает поросли немного но дает вот тут еще вот растет вот видите земли лезут так припорошу маленькая я поливала и потому что здесь конечно тепло все-таки это теплица поликарбонатовая вот но она тоже отцветает я ее пока не трогаю потому что ну чтобы не побудить ее к росту а то она начнет не дай бог новые пазухи это выпускать вот видите какой цветочек хорошенький пахнет хорошо она так ярко пахнет вот ну вот здесь у меня вот так все закрываю ну и все и пойду сейчас посажу чеснок посею хотелось сегодня провернула пока время у нас к обеду близится ну все работы проведены успешно потихоньку доделываем хорошо что осень такая такая хорошая теплая продолжительная вот вчера вот на днях был снег как говорят через месяц только ляжет не раньше до 23 ноября потому что одним плюсовая хорошая и земля конечно не промерзает за ночь как ночи еще не такие длинные как зимние ну все я увлеклась люблю поболтать так ну вот если вам понравилось видео если интересно со мной подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите комментарии я обязательно буду с вами общаться я люблю общаться ну и все и до новых встреч